Начало весеннеполевых работ это не только тяжелый труд, но и яркое праздничное событие. В селе Рязаново, в местном сельхозтехникуме, несколько лет подряд в апреле отмечают День Первой Борозды. И этот год не исключение. Репортаж Игоря Кранцева. Это лишь один из ярких штрихов весеннего праздника, который уже стал хорошей традицией в Рязаново и знаменует собой начало весеннеполевых работ. Наибольшее внимание вручению свидетельств о прохождении обучения будущим механизаторам. На технике меня отец учил. И здесь, как я учиться пошел, меня здесь родные учились. Говорили, что учителя, преподаватели хорошо учатся, хорошо объясняют. Хотел идти на электрика, но получилось так, что пошла на механика. Ну, не знаю, с детства мечтал водить на тракторе. То есть, ну, как детская мечта, как-то скажем. Стоит отметить, что сам Рязановский техникум – это не только лекции и экзамены. На востоке области у этого учебного заведения собственные 3000 гектаров. На полях практически весь набор сельхозкультур, подходящих для выращивания в этих широтах. А потому будущим аграриям есть где набираться опыта. Традиционно вся зерновая группа имеется в виду азимы и пшеница, и рожь. Яровые, соответственно, яровая пшеница, ячмень, овес. Ну, и, конечно же, технических – это подсолнечник. И, как основная кормовая культура, кукуруза и многолетние травы. Помимо студентов, в сельхозтехникуме и опытные механизаторы. А также три десятка единиц техники. Уже не первый год тракторы получают имена участников Великой Отечественной войны, некогда учившихся и работавших в Рязаново. Вот и на сей раз три агрегата удостоились такой чести. Например, опытный механизатор Евгений Борисов отныне трудится на тракторе имени Ивана Каликанова. У него за годы войны четыре ордена Красной Звезды. А после победы ветеран преподавал в техникуме. По-любому накладывают, потому что, ну, и работать легче, и ветеранов не забываешь. Ну, молодежи, что могу сказать, чтобы учились, за техникой следили, чтобы поддержали ее в работоспособном состоянии. Вот, тогда она будет отвечать этому же. И тут же звучит команда по машинам. Погода еще накануне позволила начать бронование зяби и подкормку от зимых культур. По крайней мере, на части полей, принадлежащих техникуму. А для аграриев каждый день на счету. Буквально сразу после торжественного мероприятия вся сельхозтехника вернулась в поля. Как таковых выходных у аграриев нет и не предвидится. Ну, а совсем скоро к опытным механизаторам присоединятся и их молодые коллеги. Как отмечает в Рязаново, состояние всходов после зимы позволяет рассчитывать на урожай в 30 центнеров с гектара, что для зимых хороший показатель. В целом, здесь обычно показывают цифры выше среднеобластных. Главное, чтобы природа не преподнесла неприятных сюрпризов. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Весь Ульяновск, из Меликесского района.